Всем привет, я Алексей и в этом выпуске я хочу рассказать о Мичуринском веломарафоне, в котором я принял участие. В данном выпуске будет рассказано только о моем мнении о веломарафоне, о проведении, об организации, трассе и так далее. Мое субъективное мнение. Видеоряд, который сопровождается словам, это моя запись с моей камеры на велосипеде, на котором я ехал. Запись идет без ускорений, вот как я ехал, так она идет, на сколько хватило аккумулятора. Из-за дождя и отсутствия дополнительных аккумуляторов у меня не было возможности снять непрерывно всю гонку. Ну, по крайней мере, моих ресурсов на это не хватило. Да и не было на самом деле целью снять весь трек, чтобы прям вот он был. Хотя в следующем году, возможно, я так сделаю. Итак, Мичуринский веломарафон. Хочу сразу сказать, что если вы не видели, как я навернулся в прошлом году, то я советую посмотреть, если вам, конечно, интересно. Это ссылочка на видео будет в описании. Там я недалеко уехал, и все было довольно печально. Оценить в полной мере организацию и трассу я не смог. Хотя то, что я увидел, мне безумно понравилось. Что же было в этом году? Я проехал трассу полностью. На тот момент, когда записывается этот звук, то есть 13 июня 2016 года, 7 часов вечера. Мое место 175 в общем зачете мужском. И, по-моему, там 150 какое-то в своей категории. Оба Сереги, которые со мной ездили, заняли 209 и 258 места, соответственно. Ну, теперь о моем восприятии трассы. Давайте начнем с трассы. Ну, погода. Погода была просто адово потрясающая. Я обожаю кататься в дождь, в грязь. Я испытал охренительное удовольствие от покатушек, когда конья грязи с заднего колеса при отсутствии крыла перелетают тебя и улетают вперед в едущих впереди участников. Ну, и, конечно, когда тебя обгоняет другой участник и идет по диагонали на перерез, ты точно так же радостно ловишь его грязь. Это было довольно забавно. По крайней мере, я вообще не испытываю проблем с катанием в мокрую грязную погоду. Я люблю это делать. Но мы отвлеклись. А, ну, помимо, собственно, грязи, естественно, был дождь. Нам повезло, ливня не было. Хотя, как повезло? Учитывая, что к тому моменту, когда мы стартовали, я, в принципе, был уже насквозь мокрый. У меня совершенно в ногах. У меня были контактные ботинки. Они как бы... Чехлы я дома не нашел перед стартом. Поэтому я был насквозь мокрый ногами. И мне уже совершенно все равно было. Поэтому то, что ливней не было, я даже несколько расстроился. Хотя мне это дало преимущество. Я с самого начала не объезжал лужи. Поэтому там, где выстраивались цепочки ради объезжания луж, я ломился просто, поливая соседей водой. Ну, как бы, меня тоже окатили. Так что я думаю, что баш на баш. Что хочется сказать о самой трассе. Она интересная. Она очень необычная. И очень... Ну, лично для меня, как человека, который занимается походами, никогда не участвовал в таких вот именно общем старте, грунтовым, кросс-контрейном, марафонах, но вот не было у меня до прошлого года желания в них участвовать. А тут что-то решил попробовать. И я могу сказать, что мне очень все понравилось. Трасса достаточно насыщенная. Если бы она была сухая, то во многих местах, где нам приходилось ехать гуском из-за мокрой глины, мы вполне могли бы обгонять на сухой трассе. Я думаю, что и присутствовало в гонке прошлого года. Спуски, подъемы. Интересные участки, как в техническом, так и в плане каких-то там требований к внимательности. Например, повороты на спусках с указателями. Все это довольно было неплохо. Мне очень понравилось. Единственный момент, который в гонке несколько напряг, почти в самом конце была переправа по мостику. И ограждающие ленты и указатели указывали, что перейти эту маленькую речечку по мостику обязательно. То есть слезть, спешиться, потерять время. Когда рядом был брод, по которому можно было пролететь, но типа разметка это не позволяло. Хотя были отдельные индивидуумы, которые плевали на то, что как бы нарушали дистанцию и ломились через этот брод напрямую. Но я пошел по мостику, как показано по разметке. Очень было много аварий. Видимо из-за грунта. Часть народу была не подготовлена в техническом плане или в плане покрышек. Потому что люди падали из-за того, что у них была слишком не агрессивная резина. На моих глазах убрался человек 15. Причем один, похоже, сломал руку, судя по тому, как он ее держал, когда возвращался. Это очень печально. Я надеюсь, что у этого человека все хорошо. Дважды видел порванную цепь. Причем одна порвалась прямо у меня на глазах у впереди едущего велосипедиста. Это выглядело очень эпичным зрелищем. Я просто смотрел как раз, как он каденс держит в этот момент. И улетающая такая цепь с большой звезды. Ну, человек просто не успел на подъеме переключиться. Было всего две горки, где мне пришлось спешиваться и идти. Все остальные я на пониженной передаче без особых проблем заезжал. Кстати, за всю гонку у меня не было ни одного падения. Я даже не выстегивался, чтобы остановиться или коснуться земли. То есть все участки, даже самые такие разбитые, я проезжал. Мне это очень понравилось. И вот в этом плане технически участки очень классные. Там, где деревянные мостики. Очень насыщенная, необычная трасса. Я всем рекомендую попробовать покататься на ней, потому что она реально клевая. Теперь об организации. По поводу старта, разметки и всего остального. В целом все было чуть хуже, но это из-за дождя, чем в прошлом году. И есть момент, который мне не очень понравился. Например, нахождение сцены ведущего и нахождение ведущего в момент, например, объявления старта. То, что пришлось дать старт участникам марафона без микрофона, потому что ведущий куда-то отошел. Колонки черт знает где. Бог мой, у вас радиомикрофон. Подойдите к старту, объявите нормально, чтобы все слышали. Сделайте звук побольше. Поднесите колонки поближе. То есть вот расположение звука и колонок было очень нелогичным, на мой взгляд, и неправильным. И я надеюсь, в следующем году все будет несколько лучше, потому что старт был дан просто очень плохо. Все те, кто стояли сзади, точно не слышали объявления старта и поехали только потому, что увидели впереди едущих. Ну, то, что предыдущие тронулись. Это в старте марафона. В старте полумарафона было сказано, по-моему, по микрофону, но все равно все было очень тихо. Вот со звуком была беда в этом году. Ну, и, конечно, по организации наградительной части я скажу уже ближе к концу. Теперь о разметке трассы и о пидстопах. Как я их называю, это, соответственно, те три точки на 40-километровой трассе, где кормили, поили и так далее. Ну, начнем с того, что разметка трассы потрясающая. Ее всегда видно. В принципе, у меня ни разу не было проблем, что вот, блин, куда ехать? Надо, надо, надо понять. Я всегда либо видел стрелочку, либо видел крестик, либо видел желтую ленточку, вот эту авторскую. Круто! Разметка очень, очень хорошая. Большое спасибо организаторам. Это большая работа поставить на сложных поворотах волонтеров, которые разруливали, показывали, куда поворачивать. Большой-большой респект и уважуха. К трассе никаких претензий, к разметке. Она, видимо, все отлично. Теперь по поводу точек. Все точки были сделаны на очень правильных местах. То есть после крутого поворота находится точка, где тебе предлагают перекусить, попить и ехать дальше, если ты хочешь. Там также стояли волонтеры, которые подавали тебе напитки, что ты просишь. Ну, если у них в руках был вариант, они спрашивали, тоник или воду. И все точки были расположены очень правильно. То есть ты спускаешься с горки, насколько я помню, все три точки так были. Потом у тебя 90-градусный поворот, где тебе в любом случае приходится сбрасывать скорость. И после этого поворота находится точка. Ты еще не успел набрать скорость. Ты можешь взять бутылочку, можешь остановиться, все по твоему желанию. Ну, я первый пролетел, я даже не знаю, что там было. Я полностью был сил энергии полон, поэтому я пролетел даже несмотря по середине дороги. А, еще все эти точки находятся на широких дорогах, поэтому можно без проблем как бы объехать, в случае, если кто-то из участников остановился или притормозил, чтобы взять напиток. На второй точке я схватил тоник, который мне предложили тоже. Вот, опять же, респект организаторам, которые дают в специальных стаканчиках, в бутылочках таких или в обычных пластиковых стаканчиках. Ты выпил, тут же бросил, все, вот на трассе, и все отлично, это все организаторы подберут. Там мусор в пределах 20 метров от вот этой точки питания, и все, дальше все отлично, чисто, очень грамотно выбрано место. Ну, а на третьей точке я остановился уже, мурмеладок, печенок и бананчик схватил, потому что уже силы меня покинули. Очень понравился троллинг, или я не знаю, как это описать, потому что ты едешь там, смотришь, табличка 25 километров, ты говоришь, о, половина трассы уже пройдена, у тебя 43, видишь табличку 30 километров, потом видишь табличку 40 километров, ты думаешь, йо, отлично, все, осталось 3 километра, все хорошо, и через некоторое время перед третьим перекусом ты видишь табличку, до финиша осталось 20 километров, и у тебя начинает мозг включаться, что как бы, ребята, я-то еще поворот на 35 километре не проезжал, где надо было поворачивать, и чтобы не уйти на 70-километровую трассу, а многие после таблички 40 километров, они как бы напряглись, думая, что финиш близко, потеряли силу, я как бы не стал напрягаться, я, наверное, скорее расслабился, поэтому табличка осталась до финиша 20 километров, меня как бы не порадовало, но силу я не потерял к этому моменту, у меня они закончились где-то за 4 километра до финиша. Ну а теперь перейдем к последней части, награждению и финальной точке. А здесь вы, приезжая на финиш, отдаете чип, который был у вас на ноге регистрации данных, получаете медальку автор, и выходите из зоны А, дают вам еще бутылочки воды. И фишка в том, что в прошлом году мойка, например, и кормежка была на той же зоне, где были палаточки, где был шатер небольшой от дождя, и никаких особых претензий к этому не было. На награждение было очень много народу. В этом году кормежка и мойка были вынесены на достаточно далекое расстояние, поэтому к моменту награждения очень много участников, победителей отсутствовало. Они стояли либо в очереди за едой, либо в очереди на мойку велосипеда. Это было довольно нелогичное организаторское решение, на мой взгляд, как человека, который участвовал и просто посмотрел на это все. То есть фотографии, соответственно, спонсорам не такие, какие спонсоры могли бы рассчитывать, они получат, потому что просто не было всех людей на награждение. Это печально. Но это вопрос только по награждению. Еще там было три палаточки, которые торговали велоснаряжением и всякими энергетическими гелями и спортпитом. С велопринадлежностями там было очень забавно. Вот так как был дождь, вот просто мокрый, и многие не подготовились. В общем, если бы хотя бы один из этих руководителей, я не знаю, как назвать, короче, представителей магазинов завез бы в свою палаточку велобахилы, они бы на них такую адовую выручку сделали бы, потому что пока я стоял, буквально за минуту человек 10 спросил, и это только на марафон. Представляете, еще бы на полу марафон 400 человек. Бахилы бы просто с руками отрывали бы, на них такую выручку бы сделали. Жалко, что никто не привез. Я бы сам бы купил, потому что свои не нашел. Еще небольшим минусом было то, что был всего один шатер, и он защищал только от дождя, но не от ветра. На мой взгляд, очень сильно не хватало шатра рядом со стеной, чтобы еще защищать от холодного ветра, потому что там, где стоял шатер, там такой хороший ветер гулял, а учитывая температуру где-то плюс 6, мягко говоря, несколько некомфортно там было стоять. Ну и, конечно, на всех участников одного небольшого шатра Red Bull в принципе не хватало. Ну а теперь немножечко субъективистики. В целом, мне не с чем сравнивать. Мичуринский веломарафон это единственный веломарафон, на котором я участвовал, пусть и в дистанции полумарафона, и могу сказать лишь вот супер субъективное мнение. Он очень логически продуманный, у него сейчас появилось 3 трассы, в прошлом году 20 километров фитнес-дистанции не было, и я бы рекомендовал бы попробовать всем покататься на Мичуринском веломарафоне в следующем году. Попробовать свои силы оценить. Для того, чтобы вам не нужно выигрывать, расслабьтесь. Там первый стоп победителей это люди, которые просто нормально, хорошо или очень хорошо катаются, имеют хорошие, дорогие велосипеды, а первые места это вообще там клубы всякие, с дюшоры и так далее. Но нет шансов у обычного участника победить в категории М21, М14 или там М35. Вот просто нету. В более старшие уже шансы появляются. Ну и у девушек тоже. Но вот попробовать свои силы и просто проехать этот марафон, посмотреть на свой результат, сделать какие-то выводы, поработать над собой, над технической частью, над спортивной частью. Я всем рекомендую попробовать. И мне очень приятно, что такие массовые мероприятия проводятся на территории России. Потому что Мичуринский веломарафон это один из тех марафонов, на который даже при отвратительнейшей погоде очень классно съездить и попробовать свои силы в дисциплине кросс-кантри гонка-общий старт. Я всем рекомендую в следующем году поехать на Мичуринский веломарафон. Скорее всего, мы там с вами увидимся. Так что я Алексей. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайки. Ну а дальнейший видеоряд не будет сопровождаться моей унылой болтологией. Только видео, как я еду до того момента, как села камера, без ускорений, без каких-либо вырезаний. Все как есть. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вы не обделите это видео лайком. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА